Приемная кампания 2016 стартовала еще 20 июня, но пока в приемной комиссии Казанского федерального немноголюдно. Ведь выпускные у многих запланированы на ближайшие выходные. А значит, реально прием 2016 для вузов начнется в ближайший понедельник. И в Казанском федеральном ждут этого дня во всеоружии. Любые прогнозы, они малопредсказуемы, потому что трудно сказать, но если базируется на статистике прошлых лет, а это все-таки определенная тенденция, то мы ожидаем примерно такой же конкурс, как и в прошлом году. Мы сейчас увеличили прием абитуриентов из стран СНГ. Это наш хороший резерв. Много очень желает поступать в Казанский университет. Стоит отметить, что в КФУ уже несколько лет успешно работает социальная сеть «Буду студентам». И как показывает опыт предыдущих лет, две трети всех абитуриентов предпочитает подавать документы на поступление дистанционно. Но все же доехать до приемной комиссии придется. С этого года немного изменили правила приема. Теперь для зачисления в университет необходимо письменное согласие абитуриента. У нас сейчас будет конкурс не по приоритетам, а будет конкурс на зачисление только на основе личного заявления. То есть абитуриент должен написать заявление о согласии на прием. Если он принес документ на свой оригинал, но не написал заявление, мы формально его не можем зачислить. Что же касается остального, то здесь без изменений. Абитуриенты по-прежнему могут подавать документы в пять вузов на три направления в каждом. За особые успехи в учебе или в спорте можно получить приятные бонусы. Дополнительными баллами поощряются золотой значок ГТО, призовые места на региональных олимпиадах и конкурсах. Александр Александров, Ленард Довлетьяров, Универньюз.